Смотрите, смотрите, вы смотрите, какая у нас тут терраса новая, Морис никак швы не зашьет. Он говорит, что это самая неблагодарная, отвратительная работа. Он говорит, что это такое говно, вот это все. А потом уже это все надо мыть. Тут у нас такая честь. Ну, короче, еще у нас там много теплицей оказалось осталось. Ну, я ему говорю, ты меня там может подделаешь потом, когда у тебя время будет, вон все горшочки. Ну, короче, найдем, куда применить. Рожи помогают. Тоже Морису хорошо. Ну, вот, короче, делов многое, новостей многое. Есть, что показывать. Но, ребята, я пошла есть свои яйца в смятку, потому что я вступила в режим худения. Так, смотрите, рожи уже все вырвал свое. У нас, смотрите, какие заросли. Ну, взяла перчатки, взяла секатор. Сейчас пойду. Еще вон бархатцы опять же цветут. Вот, помидоров еще полно быстрее всего. Надо будет хорошие зеленые тоже мне собрать. Но не сейчас. Сейчас я наберу только себе что-нибудь к обеду. Тут, смотрите, эти наши томатики. Такие уже, вот, один вкус такой плодородный. Ммм. Вкуснятина, сладющая. Финкель есть. Смотрите. Есть немножко томатов. Много, конечно, на полу. Ну, Морис говорит, что тут и дочкам возил. Они все еще цветут. Вот. Ну, вот сейчас соберу что-нибудь к себе к обеду. Смотрите, цветут томаты на земле. Вместе с этим, с цикорием на пару. Полно-полно томатов на земле. Но все равно, вот эта вот вторая линия, вот эта вторая линия, да, это все томаты рожи. Вот эти первая линия, вот они. Все вот, которые зеленые, вот эти томаты. Вот эти томаты, вот эти длинненькие. Там вот у меня они, типа, ананасовых. Это все привитые. Вон там вот зебра виднеется. Это все привитые томаты. Вот сейчас вы, вот, ну, должны понять, разница в чем. Видите? 20 октября. Томаты еще цветут. Ну, теплые ночи, потому что погода теплая, естественно. Но то, что было не привито, вот видите, рожа там все вырвала. Вот оно, видите, оно все сухостой. То есть разница в том, что они начинают раньше плодоносец, а они заканчивают позже плодоносец. И вот они, представляете, несмотря на все перипетии, они все равно вон и цветут, и еще такие зеленые. Так это меня не было три недели. Вот. И здесь, смотрите, у меня тыквы созревают. Одна, вторая. Вот тыквы в этом году, у меня тыквы из ницы нет. Вот здесь был дождь, промокло. Так, а это? А это тоже, она еще не оторванная. Послушайте, где-то тут не проходит это. Пускай сохнут, надо будет собрать. Одна, две. Вот еще одна висит, видите, дозрела. Это бутернот. Вот. Баттернот. Масляная тыква. Называется одна у меня сейчас в духовке. Вот. И еще вот здесь вот тыквочка. Тыквочка тоже одна есть, но и больше нет. Вот. Так что у меня в этом году тыков мало, но мне и хватит. Я в том году вообще их не ела. Так, смотрите. У нас вон их... А сколько молодых кабачков лезет? Гляньте, гляньте. Прям куча. Это же кабачки, которые я вот перед отпуском все обрезала. Оставила только корни. Здесь кто-то покоцал. Вон цветет желтые, смотрите, вон кабачки. Баклажаны, но баклажаны тут уже все. Вот. А белых вон парочку есть. Надо собрать, посмотреть какие они. Вон один баклажан белый. Вон тоже. Но они, наверное, конечно, уже перезревшие. Я приду после обеда все соберу. Сейчас только насобираю томаты. Вам, может, сейчас и срежу. Сейчас посмотрим. Видите? Вот эти вот высохшие, это вот непривитые томаты тоже были. Но там вообще джангли. Вот, конечно, томаты зебра в этом году была очень-очень большая. Ну, вот перец вот этот горький хорошо плодоносит. Фасоль, посмотрите, еще осталось. Ну, это вот там томаты Денисы. И вот у нее там это базилика столько. Она сажается всегда между помидорами базилик. Но, тем не менее, лица она половину уже удалила. Ладно, пошла за яйцем за ящиком. Это насобираю сейчас. Смотрите, вот, пожалуйста, как раз-таки мне на мои эти легкие блюда. Будут кабачки, тыква, супчик надо постный варить. Не знаю, не знаю. Я прям резко взялась за голову. Не знаю, как я буду питаться, конечно. Перестроиться будет сложно. Вот, но буду отказываться от хлеба. Хлеба там буквально 50 граммов в день, не больше. Ну, короче, вот такие дела. Планы огромные. Как получится, посмотрим. Вот. Так что, куры там вон копаются. В этом кошка где-то здесь. Кошка моя такая интересная. Не ушла. Сегодня ушла утром. Марис открывал дверь собаки. Где-то в пол шестого. И я уже в пол седьмого пошла собаку запустить. Она первая влетела на маленькие тыковки декоративные. Надо будет тоже снять. И вон еще одна с той стороны. И это... Поела, быстро-быстро поела. Опять легла спать. И я делала вам видео. Она лежала, спала. Потом я ее гладила долго. Марис зашел уже. Я говорю, я видео заканчиваю делать. И она такая смотрит на него, не уходит. И, короче, как я начала ее гладить. Чесать ей за ушками, шейку. Она любит такой подбородочек, чтобы ей пойти по это... Короче, лежала, не двигалась. Бедная моя девочка. Соскучилась. Бросила ее мамка. Уехала. Ну, Марис ее не обижал. Вот. Вон собака моя идет. Рожи там уже есть. Он помогал Марису эти швы заделывать. Своей красивой пальмой. Вот. Так что я иду за ящиком. Пойду соберу несколько помидорочек. Вот такие, друзья, дела. Так что скоро будет много чего. Все равно что-то буду вам показывать. Давно что не была. Все самое интересное. Вот. Ну, конечно, еще времени у меня мало. Еще у Марисы сломалась в его в этом пандуре. Это как это? Ну, шкаф-купе. Такая вешалка, на которую все цеплялось. Так я хочу заодно перебрать его пижак и рубашкой. Половину выбросить. Короче, дело в полном. Не успела приехать. Кто здесь мой? Кто тут пришел? Кто тут пришел? Ну, а где-то? Ну, а где-то чка? Моя хорошая. Ну, а где-то? Ну, а где-то? Ты моя девочка. Ты что, спала опять где-то? А? Иди сюда. Что-то, смотрите, как она ногу назад такая замерла. Смотрите, сколько я насобирала помидоров за пять минут. Больше насыпляла этой, не знаю, травы этой колючей на свитер. Нельзя ходить в сад не переодевшись. И там еще полно, конечно же, можно насобирать. И взяла вот такой кабачок. Сейчас, может быть, с курочкой поджарю сразу на сковородке. И после обеда пойду собирать дальше урожай. Смотрите, друзья, сходила в огород. Там еще полно томатов. Вот насобирала за пять минут томатов. Взяла один кабачок. И буду его жарить сейчас с филе куриным. И тыква у меня запекается в духовке. Так что моя жизнь, она правильного питания началась. Смотрите, какие у меня прекрасные получились тыквы запеченные с яблочком. Ммм, запах такой прекрасный. Думаю, на вкус тоже вкусная будет. Так что я это буду есть с мясом с филе курицы и со свежими томатами. Вот такая вот курочка у меня поджарена, натуральная. И вот такие вот томаты. Вот для чего же красиво получилось, посмотрите. Так, яблочко, помидорка, курочка. Ммм, зелени не хватает, но нет у меня сегодня зелени. Красотенькая какая. И да, дорогие мои, забыла вам сказать, что приходите ко мне на мой закрытый аккаунт в телеграм-канале. У нас там хорошие посетилочки с утра до вечера. Мы общаемся, мы обсуждаем разные темы. Вот вчера, например, вечером у нас пошла тема про вот такое дерево и фрукты. хурма, вот про их виды и так далее. И незаметно мы проболтали целый вечер о том, какие сорта этой хурмы, как она зреет, как ее там то-то-сё-то. Поэтому то мы о цветочках, то мы о погоде, то о каких-то своих привычках. Всегда есть о чем поговорить. Приходите. Потому что, ну, я уже много раз говорила на канале, дела не очень. Никто его знает, завтра я здесь буду или нет. Так что всем всего хорошего, мои друзья. Жду вас на моем канале. Ссылочка в описании под видео. Послушайте, я так впечатлила с сегодняшней утренней картинкой, что мне так захотелось кофе вот с таким взбитым молочком. И как раз так я думаю, так, ну, надо, надо встать и сделать. У меня на такой вот... Не могу камеру поднять выше, но вот у меня такая вот штучка есть. Смотрите, день. Специально взбивать сливки. Ну, сливки, не только сливки. Я маски для лица взбиваю. Нашла молочник, встала, представляете? Нагрела молока. Ой, даже, слушайте, вот нельзя много молока. Хочу все... О, разбила, разбила. Ну, не важно. Зато, смотрите, какое пенное. Ой, все, вот уж наследила. Ой, зато посмотрите, какая красотища. Вот наследила, так наследила. Ну, вот такая вот у меня красотища. Послушайте, я не умею делать эти картинки, но оно уже и без этих сердечков тоже красиво. Единственное, что я сейчас делаю, смотрите, вот это вот у меня черный какао, то есть без сахара, да? Я вчера, кстати, такую статью про какао прочитала, оказывается, это очень-очень полезно для организма. Естественно, если там не добавлены никакие злаки, знаете, как для детей делают вот эти кофейные напитки со злаками, с сахаром и так далее. То есть это очень полезно. И даже есть какая-то формула похудения. Вот, смотрите, раз и два. Ну и почему бы нет? Вот такая вот я сегодня с утра. Вся сердечная. Хорошего воскресенья, друзья мои. Так, и сейчас, знаете, смотрите, какая красота. Я тут уже хожу, хвастаюсь, мужу показываю. Смотрите, как здорово, видите, мое сердечко такое. И вот у меня такая баночка, это какао, это масло какао. И так как вот у меня вчера немножко болело горло, я уже вчера вечером просто молоко добавляла и в это, с медом пила. Ну а сегодня утром, послушайте, у него такой приятный вкус, у этого масла какао. Вот его хорошо для массы, для лица и так далее. Вот, я вот таким образом посыплю себе свой кофе и все. И без ничего, то есть я не буду брать никакую печенюшку и ничего. Просто вот эту чашечку выпью просто так, так как я такая великая гурманда. Ммм, красотень, согласитесь. Всем приятного воскресенья, а я пошла лакомиться. Хочу вам показать, какие у нас цены на чай. Посмотрите, вот на 20 пакетиков 5 евро 19. Чай всего лишь из тимьяна. Вот это все в пакетиках. Да, сколько здесь их? Их здесь под 20 пакетиков. Потом, смотрите, вот такой вот плоский живот. Здесь у нас мята, анис зеленый. Мова, это вот как вот фиолеты какие-то. И регрис, это стоит тоже 5,19. Потом вот детокс, смотрите. Булот, это я уже здесь не найду. Это как бы береза, мята и бардана. Бардана, это вот какое-то вот растение. Стоит тоже 5,19. Потом вот ночь, спокойная ночь. Здесь у нас тоже 5,19. Здесь у нас экстракт всего лишь биологического мандарина. И вот это вот, смотрите, переваривание. Вот такой красивый чай. Здесь у нас бадьян, анис и фенхель. Вот такое я могу себе уже сделать. Потом, смотрите, чабрец и мята 4,19. Это все в пакетиках. Спокойная ночь. Здесь у нас что? Цветочки апельсина 5,19. Вот смотрите, для очистки печени. Вот это, кстати, неплохо. Здесь у нас розмарин, чабрец лимонный. И писанли это математика. Чей тип математик. Вот это вот хорошо, кстати. Послушайте, вернулась в магазин. Взяла вот такой себе чай. Вот такой для печени, для очистки. Там у нас что? У нас перечная мята, суро, я не знаю, как называется. Анис, цикорий и артишок. Прихожу в другую. Другие полки. А тут вообще, вот смотрите, по 7 евро с лишним. Здесь такая марка, вот какая-то мармота. Два мармота. И вот они тут тоже все натуральные, на чаях. Вот здесь вот такой интересный коктейль, как бы для переваривания. Там у нас что? Зеленый анис, фенхель, сожа это шалфей. Вот так написано, что прямо вчера, вот для ночи, пожалуйста, 7.29. Вот такие вот. Короче, слушайте, есть что выбрать. Это тоже для этого, это фенхель чистый. Пойду, сейчас не собираю. Вот здесь вот мята и реблис, вот такой чай вкусный должен быть. Ну ладно, это дороговато, конечно, я брать не буду. У меня вот таких несколько чаев. У меня еще вот такой вот есть тоже, кстати. Здесь с кусочками всяких фруктов. У меня много чаев, конечно, дома. Ну, можно взять мужа что-нибудь, чтобы он спал хорошо. Ну вот тоже вот детокс, видите, подешевле, то есть все зависит от марки. Вот марка Казино всегда дешевле, как бы. Вот такой сейчас возьму мужу, чтобы он спал. 25 пакетиков за евро 79. Так, мои хорошие, сейчас я вам быстренько сегодня занята, поэтому я там вам на минуту вон кошка моя пришла. Давай, заходи. Заходи, заходи. Все тебе мешает. Бегом. Мазет. Выходи. Я даже не увидела, когда она у меня вышла. Мазета. Мазета. Я думала, ты спишь у меня. Вот. Я, смотрите, я заварила сейчас чай, чай вот этого из хвоща полевого. Я так и продолжаю его пить. Ой, кстати, забыла. Так, забыла выпить эту таблеточку Просимиды. Решила недельку попить по одной таблеточке утром натощак, чтобы немножко отвести жидкость. И мне хорошо работает, хотя я не могу сказать, что очень много уходит жидкости. Ну, вот за это, когда я прилетела? Я прилетела. Приехала в среду. Сегодня понедельник. У меня минус три килограмма. Вот. Это очень хороший результат. Конечно же, я немножечко ограничиваю себя в пище. То есть, ну, не пью спиртное вино. Не пью. Вот. Смотрите. Короче, заговорила себе хвощ. И полчаса его настаивает. Тоже хорошее мочегонное, кстати. Диалитическое средство растительного происхождения. Вот. Нарушение функции почек. Хроническая сердечная недостаточность. Воспалительные процессы мочевого пузыря, мочевыводящих путей. Цистит. Это ретрит. У меня, слава богу, ничего в данный момент нет. Фон, фон, фон. Надо всегда поплевать. Вот. Ну, не помешает. Вот я тоже уже три дня пью этот свой чай из этого из хвоща. И вчера я купила. Я была в магазине. Купила вот такой вот чай. Детокс печени. Здесь в составе у нас идет перечная мята. Вот это сюро. Вот это и есть. Ой, как же его. Бузина. Я все не могла найти. Это, что такое сюро очень полезное. У нас тоже растет оно в этом диком виде где-то. Я говорю, ему же надо купить его. Вот. Анис и цикорий и артишок. Вот такой вот чай. Я вчера на ночь пила. Но я думаю, что можно его выпить тоже. Такой, знаете, я не могу сказать, что он вкусный. Ну, такой обычный чаек, такой приятный. На коробочке было написано, что 85 градусов. Такой даже можно сказать, что чуть-чуть горьковатый. Не знаю, что дает это горький привкус. Но вы же знаете, что все, что горькое, то все хорошо для печени. Вот. И вчера я себе купила немножечко моих диететических вот этих вот галет. Вот. Посмотрите, они все вот с этим, с буковкой А. То есть, с кор хорошей. То есть, нету там всякой дряни добавленной. И вот это вот я впервые увидела. Послушайте, из чечевицы. Из розовой чечевицы. Вот такие галетки. Я вчера три штуки слопала. Вот. Они невесомые, хрустящие. Такие вкусные. Стоят почти 3 евро. 2,80 с чем-то. Вот. И если я буду их видеть, я буду себе их покупать. Ну, вообще очень. Мне очень-очень понравились. Тут много фибра. То есть, волокна. И они на одну галеточку у них 28 килокалорий. У них практически нет как бы глюкозы. То есть, 0,1 грамм глюкозы. Сахар нет вообще. Ой, нет. Это с жирами. Жира нет вообще. Глюкозы у них 4,3. А вот сахаров ноль. То есть, представляете, как здорово. Вот. Есть немножечко волокна. И протеинов 2,2. И очень мало соли. Поэтому, ну, вот. Можно похрустеть. Вот. Вот такие я еще очень полюбила. Вчера не открывала. Это с ржаной мукой. Такие вот тоже. Такие тостики. У них, конечно, на три вот этих вот. Три вот этих вот. Преугольничка. Будет тоже 27 всего. Так. 27 грамм. А килокалорий 96. Ну, вот тоже. Жиров практически нет. А глюкоза 18. Но сахара ноль. Вот. Много. Здесь, кстати, есть много этого. Волокна 4,1 грамма. На порцию. Да? На три галетки. Вот. И у них белки 2,7. Сель. Сель. Соль 0,38. Я их уже покупала. У меня они очень вкусные. Мне очень нравятся. На вкус тоже такие хрустященькие. Ну, чтобы уйти от хлеба. Тем более, я его сейчас пока не пеку. Мне хочется самой для себя хлеб выпекать сейчас. Будем ждать более позднего холодного времени. Вот такие вот я купила. Макароны. Так и написано. Они тоже, смотрите, из кор А. То есть, зелененькие. Нету там вредности много. И они из цинизерновой муки. Кстати, моих. Вот я смотрела в России. Есть у вас из гречки спагетти. Есть вот эти тоже компли. Вот эти вот такие вот коричневые. Покупайте. Они очень вкусные. А я здесь покупала из кенуа. С томатом и с базиликом. Послушайте. Вчера не было ничего. Нужно идти в какой-то другой магазин искать. Вот. Потому что от белых макаронов их можно кушать. Но нужно есть, конечно, меньше. Эти тоже. Они по калорийности. Они по калорийности, скажем так, не намного и не меньше даже, чем обычная паста. Но дело в том, что здесь в них нет глютена столько, сколько в белых помидорах, в белых макаронах. Вот. И, естественно, вы будете из организма это все по-другому, потому что много клетчатки. Вот. И я купила себе для салатов вечерних вот такие вот ливюры. Это как написано пивные дрожжи. Можете себе представить. Ну, вот. Тоже Скор А. И у нас их было представлено вчера три вида. Это такая посыпочка перемолотая. Знаете, такие как перемолотая такая вот шелуха. Вот. Я выбирала, которые менее калорийные. То есть, вот на одну столовую ложку вот нас посыпать на салат пятьдесят четырнадцать килокалорий. Послушайте, ну это вообще ноль. Но они чем хороши вот эти вот все посыпки сделаны они из першеничных отрубей. Отрубей. Я вчера в нашем магазине не видела. Еще есть из этих с цельнозерновых сортов тоже отруби. Ну, то есть, вот эта вот шелуха сейчас. Ну, она такая. Слушайте, во-первых, это очень-очень вкусно. Вот. Видите, такая вот. Как это. Прям салат у вас становится вообще обалденно вкусным. Вот. Во-вторых, это полезно, потому что в них очень много витаминов. В них и витамины и В1, и В2, и В3. То есть, все хорошо для волос. И В9, и В5. Есть фосфор. Что у них тут еще? Короче, богатая группа витаминов. Магнезий есть. Короче, протеинов много. Потом в других типах там вот есть, ну, какой-то другой набор витаминов. Допустим, там К и все такое. Вот. Но я взяла сегодня, вчера я себе взяла то, что менее калорийно, потому что у меня сейчас вот упор на питание менее калорийно. Дальше. Я еще в среду, по-моему, довезут мне еще одну баночку с этим селеном. Вот. И мы сейчас с мужем принимаем вот такие витамины. То есть, витамин D3, К2. Вчера я получила цинк. И цинк вот этот вот без глисината. Есть он у вас тоже в продаже. Я вчера разобралась, что к чему. Что это за слово такое. Потому что цинку как бы нужно проводник. Чтобы... Потому что он... Есть реакция на желудок, на органы пищеварения. Вот. Поэтому для того, чтобы организм его усваивал не как витамин, а как пищу. И его, значит, помещают. Эту дозу цинка 10 миллиграмм. Я прочитала. Это нормальная доза дневная. Тоже превышать нельзя, девочки. Потому что он будет сушить кожу. Это раз. Могут быть всякие побочные явления. И вот это вот, значит, сам цинк помещают в такой глицин, он называется. И тогда организм на желудок видит вот эту таблеточку. Ее нужно обязательно принимать во время еды. Желательно вечером во время еды. И тогда она просто у нас пройдет как пища, а не как какая-то пищевая добавка. Ну вот, смотрите. Вот такой витамин С. Это я еще из России привозила. То есть, и вот я добавлю этот селен. Почему витамин К2? Во-первых, это все зеленые вот эти вот. То же самое, чтобы быть проводником витамина Д3. Вот. Я еще, когда его впервые заказывала, я много чего изучала по этим витаминам. Вот. Тем более, сейчас у меня Марис болел ковидом. Я приехала. У меня все эти горла. Все это чешется. Все что-то у меня непонятное. Такое впечатление, что я заболеваю. Вот. И мне мои подписчики написали. Прямо такая там формула. К сожалению, не могу скопировать. Вот. Что нужно принимать. Прямо убойные дозы. Но убойными дозами я принимать ничего не буду. Потому что у меня еще есть моя омега-3, которую я начинала пить. Перед отъездом месяц я пропила. И у меня еще есть коллаген. То есть еще коллаген нужно допить. Вот. Короче, всего у меня много сейчас, как всегда. Но это осень, друзья. И вот мой муж переболел ковидом. И у него уже и пришло ему приглашение сделать прививку от гриппа. До 65 лет мы можем. Нас не приглашают. Но вот когда наступит, они проходят всех, кто нуждается. Потом можно пойти сделать прививку от гриппа. Я последние два года делала. Прямо сознательно ее делала. Не знаю, как будет в этом году. Может быть, тоже пойду и тоже сделаю прививку от гриппа, чтобы не болеть. Вот такие дела, друзья. Все. Я побежала-побежала. Сегодня наши собирают оливки. Мне как бы не очень... Есть времени. Но вот я все равно решила вам снять. Потому что сейчас разложу все по местам. И все. И тогда пока-пока. Сейчас покажу. Тут приехала жена среднего брата моего мужа с внучкой. Так она просила кошку показать. Я ходила ее звала. Чтобы она посмотрела. Смотрите, насобирали. Вот они оливков. Но три вот этих ящика вчера Марис насобирал с рожей. Вот. А сегодня там у них какие-то ведра есть. И вот видите, они все такие разные. И вот как только они их все соберут. Повезут тогда на эту... На мельницу. Вот. Ну вот разговаривали в обед. Обедали вместе. Говорят, что в этом году оливок мало. И здесь вот видите совсем такие вот мелкие. То есть вот они ведра собирают. Пахнет прям зелеными эти. Даже не зелеными, а вот таким масличным. Масличным. Так что в них же масло, правда же. Так что вот такие дела. А я занимаюсь там своими делами. Иди понюхай оливки. Молодец, что ходила в это. Вынюхивала. Вот сестра, видите, до нее закупила новую машину себе. Такие номера у нее классные. Вот. 208 модель. Новая, последняя. С нуля. Вот у меня ни разу не было ни одной машины с нуля. Ну что поделаешь. Не получается. Вот. Я там получила посылку. И потом сейчас пойду я в огород схожу. И потом хочу еще террасу подмести. Ну такая вот погода прекрасная. Солнечная. Послушайте прям. Никогда не скажешь, что тут у нас такая глубокая осень. Правда. 24-я уже у нас. Сегодня розочки вот уже отцветают. Я вот здесь вот вручную в прошлом году это подрезала. Эту изгородь. Слушайте, так махануло. Но в этом году будем, конечно, машинкой срезать. Потому что это невозможно. Очень много чего. Мы ждем с мужем ноября. Потому что жарко. Еще и дела тут всякие разные есть. Тут ходили все рассматривали террасу. Понравилась им моя бругвансия. Вот. Сейчас покажу, что я там получила. Две коробочки с кремами. Вот. И потом возьму это. Пойду это. Возьму секатор, возьму рукавицы. Перчатки пойду спожу в огород. Но тогда, что если соберу, тогда тоже вам покажу. Ничего не изменилось за эти пару дней. Вот. Вчера поливала еще после обеда. Ну, нету дождей и пока не предвидится. Получила посылку здесь у меня. Послушайте, крем ночной. Слушайте, столько кремов у меня. Ночного ни одного. Есть маска ночная. Ну, которую не смывать надо. Но она просто маска. Даже не знаю. Она ночная, не ночная, надо уже перечитать. Вот. Есть это крем. Вот этот вот крем с сантеллой азиатической. Прям столько хороших отзывов. Но я вот уже дождалась, пока она была на скидках. Вот 19,90 я за нее заплатила. А вот за этот, сейчас вам даже скажу, если честно, я и не помню. Так, вот смотрите. Я купила крем с сантеллой. Оно было 39 евро. Хотя вот на сайте все равно как-то больше, мне кажется, было анонсировано. Ну, вот 20 евро скидка. Вот я его взяла. Такие уже прям это, отзывы великолепные. И я взяла ночной крем с пробиотиками. Он у меня уже был. Хотела взять самый такой наш тут хитовый крем. Ну, 38,50. Вот эта вот чашечка, которая вставляется в баночку как бы на замещение. Ну, зажала денег, скажем так. А потом... А почему я брала? Потому что прислали мне на смс-ку предложение вот такое вот масло. Вот. Из серии как бы эликсир красоты. Оно стоит 50 евро, по-моему. Ну, здесь они в подарки не указываются. Ему 50 евро. 59 евро, по-моему, оно стоит. Вот такой вот маслица я взяла. И у него там, значит, камели, рис и кунжут. Вот. И очень хорошие отзывы от самих этих женщин, которые пользуются. То есть, ну, как мы пользуемся такими косметическими маслами, вы все знаете, да? Вот. Можно капнуть капельку в крем и можно нанести под крем. Хотя я считаю, что под крем масло нет смысла наносить. Потому что на чуть влажную кожу, если мы масло нанесем, я почитаю на сайте, как его правильно использовать. И буду пользоваться. Вот у меня теперь из этой серии теперь это масло есть. И теперь вот у меня есть это масло. Так, сейчас, подождите, давайте свалить еще. Я даю по три еще вот этих вот пробничка. Там выбираешь, какие тебе нужны. Пробники, вы знаете, что вот тоже нельзя игнорировать. Я вот когда вежу в эти свои поездки, вот я тем более вот у девчонок там останавливалась, меня пробники прям просто выручают. Вот я даже не буду смотреть вот эту публиците, все это пойдет. Все это я выброшу пойду. Кто только осмотрит пациент сегодня это. Вот. Сейчас посмотрим дальше. Так, моя хорошая, значит, про масло. Сходила я почитала прямо на сам сайт. Стоит оно, я говорила, 59, стоит оно 79 евро. Очень хорошие отзывы, просто восхитительные. И как им пользоваться, написано, что его можно использовать вместо серума перед кремом. Вот. Либо вечером и днем, тоже перед кремом. Вечером желательно сделать массаж, щипковый массаж там, по массажным линиям и так далее. Вот. И сейчас вот мы с вами его просканируем. Вот. Оно, смотрите, сколько. 58 и 100. Написано, хороший состав. Естественно, что вы хотите. Если мы хотим, чтобы что-то было добавлено. Тут вот все слабые риски. Ну, тут отдушка, я смотрю. Ситронель, потом... Ну, может быть, что-то по сути. Но все желтое, ничего красного нет. Вот. Все остальное нормальное. Ну, хорошее и хорошее. Женщины пишут, что работает хорошо, что кожа становится очень эластичной, мягкой, подтягивается. Ну, давайте мы просто поверим. Правда же? Вот. Дальше. Значит, это я получила. Потом вот три пробничка я взяла. Вот у них появился какой-то новый крем 14 дней. Лицо и декольте. Тоже, кстати, это Камомия. Это ромашка Камомия. Вот тоже что-то на ромашке. Вот за 14 дней вот я про него уже читала, но очень дорогой. Как только он появится в предложении бесплатный как подарок, я себе что-нибудь там добавлю на 25 евро или на 30. Там нужно добавить, чтобы не платить доставку. И закажу себе еще что-нибудь. Вот. Можно косметику заказывать. Можно уходовые средства. Можно шампунь. Шампуни у них очень дорогие, но хвалят люди. Вот. Потом вот такой вот у них новая вышла серия с гиалуроновой кислотой и с какими-то флавонидами до Галанга. Это... Не могу сказать, что это. Ну, вот есть у них и весь крем под глаза. Есть серум. И весь это... На что бы крема не видела этой марки. Вот. А под глаза серум и вот этот крем есть. Но они такие дороговастые. Сейчас их продают немножечко в этом. Чуть-чуть с промассионами. Ну, в следующий раз. У меня много чего есть, чем пользоваться. Я еще не выставляю это ничего себе в ванную комнату. Не меняю. Потому что у меня там везде еще по капельке всего осталось от прошлого, что я открывала. Вот. И вот такая вот эсанса до бутылы. То есть у них есть вот эти вот, значит, эликсиры красоты. День-ночь. Вот такие вот баночки. И потом эти баночки, видите, вставляются вот эти вот. Заменители эти Рошаржи. Ну, это практически в два раза дешевле, чем покупать с банкой. И вот они у них есть. Это они выпустили тоже какую-то сыворотку. Не сыворотку, а именно эликсир красоты. Ночной. То есть у них есть крем. Этот, который стоит там. Они все под 80 евро стоят. Теперь у них они еще какой-то эликсир выпустят. Тоже буду ждать. Они часто дают в подарки. Вот. Дальше, значит, сейчас просканируем. Вот этот вот крем, который ночной. Который с пробиотиком. У меня была целая серия. Это, то есть, глаза, сыворотка и ночь. Я так, ну, 72 и 100. Смотрите, хорошее написано. Хороший. Вот. Голубая баночка такая приятная. Как-то я с ночным кремом совсем выбилась. У меня их было несколько. Но вот я долго не покупала, не обновляла. У меня закончились. Очень приятные у первой реки упаковки. Баночки все стеклянные. Смотрите, как они сделаны так немножечко с переходами. Такие неполные. Вот, то есть, ну, красиво. Правда же? Вот. Ну, я не знаю, я вот, сколько я, смотрите, видите. Вот единственное, что я не знаю, почему они перестали вкладывать вот эти крышечки. То есть, вот, когда оно переводится, видите, она на крышке остается. Ой, папа. Вот там вот одна блогерша французская. Она прям вот этот крем. Я всегда очень мало крема наношу на кожу. Потому что кожа не впитывает лишний крем. Вот за что я мужа своего немножечко это ругаю. Вот. Ну, и потом я же пока крем наношу, у меня же там миллион чего-то, понимаете. У меня только одних только 3-4 вида лосьонов там всяких гидролатов и так далее. Поэтому нет смысла наносить много крема. Все равно кожа возьмет только то, что ей нужно. Все остальное вы вытрите о подушку. Вот. И дневной вот этот вот Сантелла. Это вообще бестеллер у них тоже. Смотрите, видите, как красиво они делают эти баночки. Такие они внизу. Вот они такие прозрачные. Сверху только такие вот переходы. Такие вот красивые, нежные. Молодцы. Я эти баночки не выбрасываю. Вот. Я в них там всякие. Вот. Он белого цвета абсолютно. Вот. Раньше они лопаточки присылали. Ну, у меня есть лопаточки тоже от дорогущих кремов. Так я их это держу. Ну, конечно же, в банке, девочки, сильно лазить руками нельзя. Потому что, во-первых, окисляется. Почему я, в принципе, кремы даже, может быть, предпочитаю в тюбиках? О, как она пахнет. Вот это прям парфюмерия пахнет, девочки. Вот. Увлажняющий крем. Увлажняющий. Для нормальной кожи написано. Не написано, что там за сухой кожей или какой. Вот. Для нормальной. Ну, потом я уже вам показывала, да. У меня есть вот такой вот крем. Вот. Комплекс сияния. Дальше этот крем я взяла для декольте. Мне очень нравится шея декольте. Великолепно. Это новая версия. Вот. Тоже буду открывать сейчас, пока мне что использовать. И вот эта вот масочка. Маску прямо с этими с неосимидами. Неосимиды. Это витамин В3. Вот он как-то очень хорошо. Дальше и он с укропом. И с чистым льном. Фракцион. Вытяжка. Вот льна. Так что буду пользоваться. Смотрите, сколько всего. Ну, и вот это уже все буду сейчас тоже выставлять. У меня, кстати, я с 19 лет из России. Сыворотку одну. Вот. Поставлю эту. Она не очень полезная. Она не очень хорошо сканируется. Но пользоваться буду. Потому что там просто много силиконов и парабенов. То, что нам нужно для нашей такой уже не очень молодой кожи. Надеюсь, что не облезу. Вот такие дела, мои друзья. Вот. Все. Показала, рассказала. Заканчиваю. Ну что, мои хорошие. Я сходила в огород. Посмотрите, сколько я насобирала томатов. Вот. Вот сейчас думаю. Может быть, мне нужно сделать. Замолосолить немножко. Или так вот замариновать. С этим. С чесночком. С базиликом. Так вот, знаете, быстрое маринование. Какая красота. Послушайте. А вот сколько еще этих маленьких. Такой куст. Вот я тут, смотрите, подняла ветки. Это все еще будет зреть. Главное, чтобы не было очень холодных ночей. Ну и, конечно, сколько там на земле. Я уверена, что у меня в следующем году будут здесь эти саженцы. Не знаю, уже дадут они что-нибудь или нет. Надо посмотреть, он F или не F. Да, видите, он F1. В принципе, семена не собирают с таких томатов. Но такое кустище. Послушайте, сколько я насобирала. Сколько мы перевозили на праздники. Сколько мы продавали. Сами ели без памяти. Вот. И еще много бурых томатов. Вот таких. Ну вот их, в принципе, уже можно собирать. Потому что, видите, он уже тронут. Вот можно разрезать. Там с морковочкой, с чесночком. Можно чуть-чуть заморозить. А, кстати, с прошлого года замороженные томаты. Вот такие зеленые, бурые. В основном зеленые. Я их все практически использовала. Там, может быть, осталось пару пакетиков. Я их использую, девочки. Во всякие там зажарки овощные. Либо, когда делаю суп си парасольника. У меня не всегда есть огурцы. Вот у нас соленого здесь вообще огурцов нет. То есть, надо только в русский магазин ехать. Вот. Поподнимала немножко ветки. Смотрите, тут вот такие еще грозди. Вот это зебра. Тоже зебра одна из мощнейших культур в этом году. Просто, просто обалдеть. Сколько еще, смотрите, томатов. И вот они везде, везде. Ой, ну он плохой. Вот. Там тоже я все пособирала. Там вот какие-то большие, типа, ананасные. Перец красный этот острый. Плодоносит без памяти. Видите, здесь вот я немножко пообрезала бату. Она вся цветет. Вообще, надо было бы все срезать. Ну, у меня на это не столько времени. Чтобы помидоры быстрее, типа, зрели. Вон там целый ящик насобирала. Мне их хватит. Это баклажаны, которые уже перезрели. То есть, на выброс. Вот я обрезала лист, который вот покоцан. Эти, как это, не знаю, как ее называют. Эту, это, как ее, роса типа, да? Мучная. Вот. И здесь, смотрите, вот видите, все-таки это не весна. Они при меня уже за три дня вымахали, эти кабачки. Они тут вот сидят. Не сильные растут. Ну, можно снять маленькие такие, скушать. И вот здесь я не стала их снимать еще. Во-первых, посмотрите, как цветут баклажаны. Без памяти. Полно цветов. Вот. И много. Я срезала эти все, которые перезрели. Смотрите, сколько молодежи. Видите, они уже блестящие. И, в принципе, уже можно готовить, как малюток. Но я срезала белые баклажаны. Поэтому я все равно все не переработаю. А баклажаны, вы знаете, они... Даже вон белые тоже немножко цветут. Есть тоже цветочки, смотрите. Вот. А белых прям три было хороших. Два таких уже, таких стареньких. Ну, посмотрим и разрежу, что там. Здесь вот тоже еще томаты. Это ананас. Прекрасный. Распрекрасный. Здесь вот тоже я увидела есть маленький кабачочек. Смотрите. С пальчик. Вот. Так что, остались у меня с этой стороны тыквы одну собрала. На бутернут. Вот эти вот пускай дозревают. Они поздние. Вот кошка моя идет. Спала-спала, вышла, теперь ходит за мной следом. И вот там вот еще одна тыквочка лежит. Ну, в принципе, слушайте, я думаю, еще и в ноябре, если не буду заморозков, еще в ноябре у меня будут томаты. Это во всяком случае зеленые, так точно. Тогда уже и наморожу. Много делать не буду. На килограммчика два-три. Ну, что ты уже боишься? Вот она такая, слушайте. Такая осторожная. Ну, там вот валялась. Я шла сюда на огород. Так она там развалилась, чтоб я ее погладила. Так смотрите, фасоль цветет зеленая. Ну, надо же, который вот осталось тут, Морис не вырвал. Вот такие дела, друзья мои. Так что я пошла, там я смотрю. Наши тоже там уже подошли к последнему дереву. Вот. Не думаю, что они будут тут с нами долго сидеть. С ними девочка. Вот это длинные томаты. Здесь немножко тоже на привитых. Вот я смотрю, длинные. Ну, это наши артишоки. Вот. А что посмотрим еще? Посмотрим еще на огород. И вы знаете, что я сегодня прочитала? Мне просто лень. Ну, вот эти вот видите? Вот. Цветочки вот эти. Это цикорий. Так вот, даже молодые побеги используют, там их и готовят, там знаете, такую, типа как зеленую фасоль. Цикорий используют для чаев, она там и печень чистит. И все, что хотите. И смотрите, сколько у меня их цветочков. Но мне почему-то кажется, что я в каком-то году, в прошлом или позапрошлом, немножко собирала. Вот. И здесь, видите, тоже фенхель рассеялся. Можно было бы и фенхель тоже вот насобирать, тоже чай и заваривать. Вот видите, целое поле. Он, конечно, такой мелковат. Сегодня я уже этим заниматься не буду. А вот эти вот цветочки цикория, вот эту красоту. У меня помидор просто на руке. Их используют во всех ресторанах дорогих. Просто оббирают источки, украшают блюда. Вот. Ну, вот я сейчас попробовала. Ну, такой горьковатый цветочек, скажем так. Вот. Так что можно и цветочков насобирать на халяву. И вот здесь вот цветет базилик. Я вам показывала в прошлый раз вот вниз. Вот мы сейчас вместе обедали. Я говорю, у тебя столько цветов базилика. Собери для чая, для приправ. Она, ой, да, да, наверное, я соберу. Так вот я угощала томаты и соль из базилика. Как они, ой, а как ты так делала? А у них не получилось, потому что они его сушили. Вот они со свежим. Ну, я рассказала вам, смотрите. Рожей оставил. Этот тоже купил этот перец. Он оказался жгучим. Он стоит, погибает. У меня уже сушится целая баркетка. Ну, а что я вот с ним буду делать? Даже если я его соберу. Морис вообще ничего этого не ест. Ну, а мне одной много. Я там два перчика сорвала себе. Может быть, это... Правда, помидоры сейчас замариную с морковочкой, с чесночком. Надо только маринад найти. Это... Тогда добавлять он перчик для себя. Все равно Морис не будет есть эти маринады. Вот, так что я пошла. Так что давайте я вам хочу очень скажу до свидания на сегодняшний день. Слушайте, вы видите, какая жара. Я хожу вот в рубашке, в морлевке практически. Смотрите, моя адмазета вон развалилась. Такая ходит за мной, как хвостик. Вот, все мои хорошие. Всем пока. До скорой встречи на канале. Забыла вам предложить опять еще раз. Подписывайтесь на мой закрытый клуб на телеграм-канале. Вот. Там мы общаемся каждый день. Какие-то новости. Вот что-то я там делаю. Показываю тут же. Вот. Приходите. Всех жду. Ссылка под видео. Ну вот, посмотрите. Вот. Из тех баклажанов, что я собрала. Это один-единственный баклажан. Я уж не стала его взвешивать. Хотела сначала на две половинки просто разрезать. Потом, смотрю, толстовато. Ну, вы представляете, какую лапоть. Вот это я понимаю. Короче, перец, соль, масло, оливковое, прованские травы. Я забыла сухой чеснок. Сейчас бегаю и возьму. Ну, вот. Я причесночила. Послушайте. Все. В духовку минут на пятьдесят. Буду смотреть, как будет запекаться. Я сама сейчас буду делать рататую, потому что у меня томаты свежие, кабачки, баклажаны, перцы я вчера купила. Назвела немножко рататую. Пальчика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...